Вот эта вот невесомость в движении, то есть ты едешь и понимаешь, что условно как на корабле. Николай уже испытал мощный снегоболотоход в экстремальных условиях и прошел на нем почти тысячи километров. Мужчина руководит проектом вездехода в компании Альянс Сервис. Именно они выпускают серию машин «Варяг». Можно сколько угодно рассказывать о преимуществах и проходимости снегоболотохода, но лучше один раз показать. Просто посмотрите, я стою рядом с колесом и я просто с него же ростом. Просто представляете, вот эти мощные колеса, какие вообще самые дикие условия могут пройти. Машина, говорит Николай, уникальная. Внешне это четырехтонная махина, которая запросто может пройти глубокую реку вброд. А в салоне почти автоэлит-класса, в котором даже жить можно. Один из клиентов, поуправляв нашим автомобилем на бездорожье, он примерно так и сказал. То есть, когда выпрыгнул, говорит, если бы не было так высоко, я подумал, что в Майбахе. Можем организовать шесть комфортабельных спальных мест, переместив спинки диванов в нейтральное положение в проход, установив сюда специальные перекладины. То есть, получается полноценная кровать шириной 2 метра 10 сантиметров. Здесь топливные баки лево и право, то есть, переключаем при сходе топлива в одном баке, переходим на управление другим баком. При этом баков два, каждый по 140 литров можно на ходу, не останавливаясь, довести давление в шинах до нужного при преодолении бродов, либо каких-то песчаных грунтов. И также не останавливаясь на ходу, восстановить давление до рабочего движения. Стоит такой вездеход около 7 миллионов. И это не единственная модель машин для суровых условий, которые производит компания Альянс Сервис. Она обслуживает технику по заказу Минобороны. Такие автоамфибии используют и сотрудники МЧС, и пожарные. На них же возят людей в северных и дальневосточных регионах страны. В данный момент уже у нас мощности позволяют производить от 20 единиц в месяц. На данный момент у нас уже в производстве 10 единиц. Но их планируем мы к концу ноября произвести. Плотно сотрудничать производители будут и с нашим регионом. Они подписали соглашение с корпорацией развития Енисейской Сибири и вошли в проект «Наши чемпионы». Днем компаниям помогают увеличить объемы производства и выйти на новые рынки. Поддерживают в проекте участников на федеральном и региональном уровнях. А за год к команде «Чемпионов» присоединились 28 компаний в крае. Алена Крашенинникова, Никита Сегай. Новости Прима.